Спать! Метание топора с Дедом Морозом или стрельба из лука со снегурочкой. Сказочные персонажи встречают гостей тура «Поезд в Рождество». Одна из туристов, Лариса Кобелева, в Самаре уже второй раз. Впервые приезжала в ноябре на туристический форум, но тогда не удалось посмотреть город. Поэтому и решила снова приехать, но уже на каникулах. Самара понравилась еще в ноябре. Хотелось увидеть ее немножко побольше, пообширнее, потому что конкурс ограничивал время провождения по самому городу. Поэтому хотелось посмотреть, изучить Самару с другой стороны и более внимательно. Кроме охотничьих забав, для гостей подготовили катание на санях по лесу и на тюбингах с горки. Кому хотелось больше адреналина, могли спуститься с окольих гор на лыжах или сноубордах, чтобы туристы не замерзли, их согревали горячим чаем и волжскими пирогами. Очень люди понравились, все такие гостеприимные, улыбчивые, добрые. Вот так держать. Пусть ваше вот это вот все развивается, туристическое. И желаю вам успехов. Программа двудневного тура «Поезд в Рождество» очень насыщенная. Кроме путешествия на горнолыжный комплекс, гости посетили несколько ресторанов, легендарный бар Самарского пивзавода, прогулялись на экскурсиях по городу, в том числе и по ночной Самаре. Все мы знаем, Самара – город-курорт, вот этот туристический бренд. Все уже знают, что у нас там самые длинные и комфортные пляжи. Но вот хочется еще зимнюю Самару показать, потому что люди ждут снега, люди ждут зимних забав, активностей. И в Самаре вот мы показываем возможности для отдыха в любое время года, и мы всегда рады гостям. Всего участниками тура «Поезд в Рождество» стали 150 туристов. В этом году эту программу подготовили впервые. Но, учитывая высокий интерес гостей, есть все шансы, что тур станет традиционным. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.